Всем привет! Давайте посмотрим, так чем же отличается петля Blume от петли китайского производства. Первонаперво мы их взвесим. Посмотрим, насколько качественный металл был использован при производстве этих петель. По крайней мере, хотя бы по весу. Включаем. 88 грамм. И китайская петля. 89 грамм, даже на целый грамм тяжелее. То есть разницы мы существенной не увидели. Китайская петля даже весит тяжелее. Однако давайте теперь рассмотрим, как сделаны ответные планки. Китайская ответная планка довольно таки проста, хотя и жесткая. Ответная планка Blume сделана совершенно по-иному и система захвата на ней гораздо сложнее. Это можно наблюдать. Здесь, здесь. И у китайской. Здесь и здесь. В мебельной петле Clip Top Blue Motion система амортизации встроена в саму чашку, что обеспечивает мягкое и бесшумное самозакрывание двери. В петле китайского производства использован гидравлический амортизатор. Он встроен в корпус петли. Посмотрите, какой у него люфт. Ну, вполне возможно, это сделано с какой-то целью определенной. Видимо, для облегчения движения самой петли при открывании и закрывании. Обратите внимание, что петли закрываются на разные углы. У Blume он чуть меньше, у китайского производителя он чуть больше. Давайте посмотрим, как происходит фиксация самой петли на ответную планку. Насколько надежно и выверено. Заводим на зацепы и нажимаем до щелчка. Все. Петля зафиксирована. Давайте попробуем ее снять. Нажимаем и достаем. Ничего сложного. Петля Clip Top Blue Motion от Blume работает точно по такому же принципу. Вставляем на зацеп. Накладываем и фиксируем до щелчка. Вот таким вот образом. Снимается она путем нажатия на фиксирующий элемент. Как мы видим, петли здесь от итальянского производителя. Fiji V самые простые. Стоят уже более 20 лет. Пришла пора их поменять. Нужно понимать, что несмотря на то, что визуально петля с доводчиком выглядит гораздо больше внешне визуально, посадочные размеры у нее точно такие же. Для замены потребуется только шуруповерт. Поехали. Саму петлю выкручиваем и вставляем на ее место новую с доводчиком. Используем те же самые саморезы. Посадочное отверстие оно 35 миллиметров. Одинаковые у всех петель. Поэтому меняем без проблем. И войти должно идеально, но не входит. Вот эта новость. Видим, что смещено отверстие у саморезов. Так как отверстие не совпадает, будем делать новую. Сейчас разметим, засверлимся и вкругим. Для разметки возьмем сверлышко маленькое. Петлю выравниваем по старой метке. То есть вот у нас есть контур. Я по нему выравниваю. Как видим смещение небольшое, но оно есть, присутствует. И заворачиваем смело саморез. Вот и все. То же самое делаем с другой стороны. Хочу пару слов сказать о китайских петлях в отношении их качества. Чтобы снять ответную планку с петли, придется приложить немало усилий. Потому что вот эта защелка, которая фиксирует ответную планку, она никогда не доходит у нас до конца. И спокойно достать ее не дает. Видите как? Имейте это ввиду. При покупке петель от китайских производителей. Так, ну что ж. Теперь, значит, после того как мы, после того как ответные планки мы прикрепили, установили сами петли, ставим фасад на место. Вот и все. Ту же самую процедуру повторяем снизу. Посмотрим, как работает петля. Сначала очень спас свободный ход. Ну что ж. Осталось только петлю от китайского производителя сравнить с петлей Blume. Ну а теперь самое интересное. С левой стороны стоят у нас петли Clip Top Blume Motion от Blume, с правой стороны стоят петли китайского производителя No Name. Не знаем мы его название. Итак, смотрим. Чтобы петля сработала, угол открывания нужно сделать еще больше. и еще больше. Только тогда мы видим эффективное срабатывание. Blume. 272 рубля, 50 рублей. Смотрите сами, выбор за вами. Ничего не рекламирую, просто показываю, как это работает. Спасибо за просмотр. Пока. Удачных покупок. Не забывайте смотреть наши следующие ролики. Мы будем эти фасады менять на новые. Ролик, который вы посмотрели, это первый этап. Мы просто сравнили петли. А дальше будет еще интересней. Всем удачи и пока. Ждем вас на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова